Саламалейкум, друзья, с вами SmartGeekBlog. Это, как вы поняли, уже четвертый выпуск из серии обзоров приложений iOS 10. Сегодня мы будем смотреть на абсолютно новый iMessage, о котором на WWDC было очень много сказано. И по моему скромному мнению, iMessage претерпел самые серьезные изменения с момента его появления. Именно их мы сегодня и рассмотрим подетальнее. Поехали! Первая фишка нового iMessage – графические эффекты к тексту. Теперь для выражения эмоций можно отправлять сообщения с определенным эффектом, будь то эффект отправки пузырька или же полноценный эффект вроде шариков, диска или падающей звезды. Также появилась возможность давать оценку полученным сообщениям, как бы выражая свою реакцию. Вторая фишка нового iMessage – это Digital Touch сообщения, прям как на умных часах Apple Watch. Причем можно рисовать, использовать Force Touch или просто удерживать палец. Для большего удобства интерфейс Digital Touch можно вывести на полный экран, дабы было больше простора для творчества. Следующая фишка нового iMessage будет особенно актуальна в странах, где используются иероглифы. Как вы, наверное, поняли, это рукописный ввод. Я лично знаю одного китайца, который терпеть не может ввод с помощью пеньина. Теперь Apple решили его этнические проблемы, и я думаю, он будет доволен. Также немного прокачали режим выбора фото-видео, и сделать фото на камеру теперь можно прямо из такого маленького окошка. Дальше идет список всех фото, но если вам нужно большего, пожалуйста, доступ к камере и медиатеке. Ну и последняя фишка iMessage 2.0 — это стикеры. Помимо, собственно, стикеров, есть возможность отправлять шаблоны рукописных сообщений и музыку. Однако, если у одного из двух собеседников подписка Apple Music отключена, это будет всего-навсего ссылка в iTunes Store. Для самих стикеров Apple даже сделали свой App Store. Пока там есть только стандартные наборы, но в будущем ожидаются кастомные стикеры от сторонних разработчиков. В том числе, наверное, и платные. Вот я и рассказал вам обо всех фишках нового iMessage 2.0, коих великое множество. Вряд ли эти фишки смогут заставить закоренелых пользователей WhatsApp, Viber и Telegram перейти на iMessage. Однако, тем, кто уже пользуется iMessage, эти функции придутся однозначно по душе. Подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, читайте мой Twitter, заглядывайте в Instagram и Vine, оценивайте, делитесь, комментируйте. С вами был SmartGeekBlog, до новых встреч, пока!